Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Из поучений Святаго Иоанна Златоустого на книгу Бытия Будьте внимательны Не только проповеднику нужно быть бодрым Но и слушатели должны быть внимательны Слушатели даже более чем проповедник Ведь у нас одна забота Передать господское серебро А вам предстоит больше труд И принять и сохранить его с большей тщательностью Итак, по выслушиванию и поучения Привести к дверям замки и запоры Оградите душу со всех сторон грозными помыслами Какими-либо стражами Бор-дезок всегда бодрствует и постоянно нападает И хотя часто терпит неудачу Часто делает новые усилия Пусть же станут грозные стражи Если увидят, что дьявол пришел и хочет похитить Что-либо из положенного Пусть гонят его прочь с громким криком Нападут ли житейские заботы Пусть удаляют их Будет ли затруднять забывчивость По слабости природы Пусть возбуждают память к деятельности Потерять господское имущество Не маловажная опасность Если получившие это добро И растратившие веренные Часто наказываются смертью То какому наказанию подвергнутся тем Которые получив драгоценнейшее Этого учения И утратят его Получающие это имущество Отвечают только за целость его А более ни за что Сколько они получили Столько же сполна и должны отдать Больше никто не требует от них По отношению же к божественному учению Мы ответственны не только за сохранение его Но из-за большое приращение Нам повелевается не только возвратить то Что мы получили Но и представить это господу вдвойне И одно сохранение его требует Большой борьбы и старания Когда же господь повелевает нам Еще умножить его То подумай Какой требуется труд и забота от нас Которым это верено Поэтому-то Получивший пять талантов Принес не только то, что ему было верено Но еще столько же Матфея 25.16 Те были даром Человеколюбия господина Но нужно было и рабу Показать свое усердие Подобным образом И получивший два таланта Приобрел другие два И за это удостоился От своего господина Одинаковой чести А получивший один талант И принесший то же самое Что было дано ему Хотя не уменьшил И не убавил веренного Но так как не проявил усердия И не удвоил данного ему То подвергся тягчайшему наказанию И совершенно справедливо Если бы я хотел Говорит господин Только сберечь их А не получил от них прибыли То не отдал бы их рабам Ты же обрати внимание На человеколюбие господина Принес получивший пять талантов Другие пять И получивший два Еще столько же И оба удостоились Одинаковой награды Как тому сказал Хорошо добрый и верный раб В малом ты был верен Над многим тебя поставлю Матфея 25.21 Так и принесшему два Хорошо добрый и верный раб В малом ты был верен Над многим тебя поставлю Матфея 25.23 Прибыль не одинакова А награда одна и та же Так как и этого второго Достоил одинаковой чести Почему это? Потому что Бог смотрел Не на количество принесенного А на усердие трудящихся Каждый раз Из них сделал то что мог И большее и меньшее количество Принесенного зависело Не от беспечности этого И не от усердия того Но от неодинаковости данного им Тот получил пять И принес другие пять Этот получил два И принес другие два Нисколько не уступив Первому усердии Как тот удвоил веренное Так и этот удвоил А получивший один талант Принес только его Потому и наказан Итак Слышали вы Какое наказание ожидает Тех которые не употребляют Дело господские деньги Будем беречь их Употреблять в дело И приобретать на них Большую прибыль Не говори Я человек простой Я ученик Не имею способности учить Будучи не учен И не имея значения Пусть ты человек простой Пусть не ученый Пусть ты получил один талант Употребив дело в то Что тебе дано И получишь Одинаковую с учителем награду Аминь Аминь